8 июня 2023 года парламент Кипра проголосовал по новым правилам начисления льготной ставки НДС на недвижимость. Изменение было неизбежным, так как на данный момент Кипр находится под пристальным наблюдением Европейского Союза из-за предыдущих ошибок в регулировании начисления льготной ставки НДС на новую недвижимость. Так что же все-таки изменилось? Основные правила остались неизменным. Сниженная ставка НДС в размере 5% будет применяться только к тем новым домам и квартирам, которые предназначены для личного использования. Жилье и недвижимость, которые предназначены для аренды или инвестиций, будут облагаться полной ставкой НДС в размере 19%. По новым правилам сниженная ставка НДС в размере 5% распространяется на новое жилье площадью до 130 квадратных метров и стоимостью до 350 тысяч евро, при условии, что общая стоимость сделки не превышает 475 тысяч евро и общая площадь не превышает 190 квадратных метров. В обратном же случае на них применяется полная ставка НДС в размере 19%. Очень важный момент. Закон устанавливает переуходный период, во время которого новые правила нерелевантны. В случае, если разрешение на планирование было выдано или заявление на получение разрешения на планирование было подано в течение 4 месяцев с момента вступления закона в силу. А теперь давайте обсудим новые правила с практической точки зрения и рассмотрим их положительные и не совсем положительные стороны. Конечно же, как оптимист, я бы хотела начать с плюсов. Итак, положительные аспекты. Льготы по НДС имеют огромное значение для наших международных клиентов. В настоящее время мы наблюдаем рост спроса и динамику на рынке недвижимости, поскольку все больше людей приобретают жилье для своего личного пользования. Поэтому льгота для личного пользования очень важная. Еще очень важным положительным моментом является переходный период в течение 4 месяцев после вступления в закона в силу. Что это означает? Застройщики имеют возможность подать разрешение на большое количество проектов. И поэтому я думаю, что у нас будет большое количество объектов по старым правилам. Также меня обрадовало то, что нет разделения между квартирами и домами. По статистике, на Кипре продается гораздо больше квартир, и большинство из них полностью подпадают под новые критерии. Поговорим теперь о не очень положительных аспектах новых правил. Новые правила смогут ограничить выбор клиентов, желающих приобрести виллы, так как немногие дома смогут соответствовать данным требованиям. Для тех, кто планирует покупку недвижимости в Лимассоле, в будущем стоит учитывать, что объектов с применением сниженной ставки НДС скорее всего будет ограниченное количество. Недвижимость класса люкс в будущем не сможет претендовать на льготы к НДС, и, к сожалению, это может привести к уменьшению спроса и предложения недвижимости этого класса. В результате этих изменений может произойти снижение спроса на новую недвижимость, что, в свою очередь, может не очень положительно сказаться на рынке недвижимости Кипра в целом. Но я бы хотела еще раз отметить тот момент, что сейчас все предложения, которые находятся на рынке, будут использовать старую программу, а также все проекты, которые получат разрешение или подадут заявку на разрешение на планирование в течение четырех месяцев, также будут использовать старую ставку.